Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ на Мигаловской набережной. Эту территорию начали благоустраивать в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В ходе рейтинга у голосования в прошлом году объект набрал свыше 27 тысяч голосов. Инспекционная поездка главы города Алексея Огонькова затронула всю территорию набережной. Комиссия внимательно изучала, как здесь начинаются работы по благоустройству. О том, чтобы эта территория стала современной комфортной зоной отдыха, мечтали тысячи жителей пролетарского района. Люди собирали подписи, активно участвовали в рейтинговом голосовании и добились своего. Сначала Мигаловская набережная вошла в число лидеров по итогам голосования прошлого и позапрошлого года. И вот этой весной ее начали благоустраивать. Здесь очень много голосов было. Во-первых, мы собрали вот такую экипу сначала подписи. Просто ведь работа шла для того, чтобы просто включили хотя бы. Это же амбициозный очень проект, очень сложный проект. Но на данный момент подрядчики сказали, что это будет самая красивая набережная. Я в это свято верю. Работа на объекте хоть и на начальной стадии, но уже вступает в активную фазу. Только новые газоны займут здесь 8 тысяч квадратных метров. Подрядчику также предстоит создать единую тротуарно-пешеходную сеть, обустроить парковочные карманы и велопарковки, построить лестничные спуски к воде, установить спортивные тренажеры и детскую площадку. Причем рядом одновременно будет проходить ремонт дороги в рамках проекта БКД. Нужно обязательно синхронизировать все эти работы для того, чтобы сшить, грубо говоря, парковки, осуществляемые в рамках благоустройства набережной и дороги, которая осуществляется по другому проекту. То есть пытаемся подойти к этому проекту комплексно, чтобы жители у нас получили и хорошую набережную, и хорошие дороги к набережной. Летом работы на Мигаловской набережной планируется полностью завершить. А жители Пролетарского района уже сейчас голосуют за еще одну зону для благоустройства, которая расположена в Мигалово и попала уже в следующий перечень объектов на 2022 год. Принять участие в этом голосовании в рамках проекта формирования комфортной городской среды могут все желающие на выбор. Представлено 15 общественных зон во всех районах города. Отдать свой голос за любую из них может каждый горожанин. Рейтинговое голосование продлится до 30 мая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...